Всем привет! Сегодня я занимаюсь приготовлением мороженого из инжира. Для этого нам понадобится замороженный инжир, творог. Творог у меня на этот раз не замороженный. Сначала нам нужно измельчить в блендере инжир. Инжир находился в морозильнике со вчерашнего дня. Как видите, он хорошо застыл. Помещаем инжир в блендер. Нужно разделять все кусочки друг от друга, чтобы они лучше измельчились. Быстро перемалываем инжир в блендере. Выкладываем в мисочку и ставим в морозильник. В морозильник мы ставим инжир, чтобы он не согрелся, пока мы будем заниматься другими ингредиентами. Творожок нарезаем кусочками и кладем в блендер. В творогу добавляем сухофрукты. Также насыпаем немного пряностей по вкусу. Все взбили и измельчили до однородной пастообразной массы. Вынимаем инжир из морозильника и перекладываем его обратно в блендер. Все очень быстро взбиваем до однородности. Выкладываем мороженое в мисочку и отправляем в морозильник, чтобы оно застыло. Хотя можно кушать и так. Если вам нравится мягкое мороженое, пожалуйста, кушайте. Оно уже готово. Прошло полчаса. Я высыпаю последний ингредиент. Попробовала ложечку этого мороженого. Вы знаете, оно такое сладкое, что вообще не требует никаких подсластителей, никакого сахара, ни меда, абсолютно ничего. Инжир очень сладкий. Также вот недавно делала мороженое из банана спелого. Банановое тоже получилось очень сладкое, очень вкусное. Так, отправляем в морозилку еще примерно на 2-3 часа. Очень вкусное получилось мороженое, полезное, без всяких лишних ингредиентов. Всем советую попробовать этот рецепт. Можно делать это мороженое на основе абсолютно любых фруктов. Мороженое можно посыпать кокосовой стружкой, какао-порошком. Можно полить сиропом. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. И до новых видео. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова